Добро пожаловать на канал Минке, с вами Лиса Ран и это Кейньюз, 4 выпуск. Вся информация была взята с сайта YesAsia. Очень интересный сайт, ссылка в описании. Это, конечно, не свежие новости, но это было в этом месяце, в июне. Так что я все-таки затрону эту тему. Тао, бывший участник Экзо, рассказал о всех не очень приятных ситуациях, с которыми он столкнулся после ухода из группы, умоляя антифанатов прекратить фокусировать свою ненависть на нем. На недавней премьере фильма в Шанхае певец обратился к антифанатам. Он даже расплакался, когда умолял их прекратить преследовать его. Тао объяснил, жизнь коротка и она проходит так быстро. Я не знаю, почему мир так изменился. Я никогда не считал себя знаменитостью. Это просто моя работа. И знаменитости тоже люди. У антифанатов действительно много свободного времени, чтобы говорить и писать гадости обо мне и моей семье в интернете. Они могли бы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Я никогда не убивал и не поджигал. Я не нарушал закон. Я просто живу свою жизнью. Хотя певец объяснил, что не совершил преступления и не должен быть в центре этого негативного внимания. Но нет. По мнению пользователей, сети Тао заслуживают всей этой ненависти. И что его действия в ходе пресс-конференции в Шанхае были невероятно пафосными. Потому что он действительно нарушил закон, оставил EXO и SM Entertainment и нарушил условия своего контракта. Сейчас я вам зачитаю несколько гнилых комментариев пользователей, которые не любят Тао. Какой смешной парень. Да это твоя жизнь. Но надо было думать о жизни других участников тоже. Если тебе не нравится, то ты должен уйти на пенсию. Делай все так, как хочешь, но ты не хочешь принимать критику. Доживи свою жизнью, предатель. Да, какие все таки люди жестокие. Даже если ты их никогда не видел, тебе все равно обидно. Какие гадости они распространяют по всему интернету. Мне очень обидно за Тао. Я буду надеяться, что все это скоро закончится. Ему просто не нужно так близко все к сердцу принимать. Хотя я понимаю, что это тяжело, особенно когда ты популярен на несколько стран. Так как тоже бывает читаю ужасные и отвратительные комментарии в мою сторону. И это неприятно. Так я всего лишь блогер с 12 тысячами подписчиков. А он певец, за которым следят без остановки. Я вот просто не понимаю. Человек просто решил для себя, что ему будет лучше там, где он сейчас есть. Почему все так сраки горят? Это просто жесть. Также буду от вас ждать комментарии по этому поводу. Ладно, хватит о плохом. Сейчас вы увидите 7 очаровательных мальчиков с ямочками. Поехали. Сейчас я вам расскажу о айдолах, у которых есть фобии. Дэйон. Боязнь вспышки фотокамеры. Интересно, как у нее проходят фотосессии. Лухан. Очень боится высоты. Однажды он сказал, я боюсь высоты. Я нервничаю в лифте, даже не говоря уже о самолетах. Мне очень часто приходится летать. Так что каждый день это для меня стресс. Дэйсон. Имеет очень специфический страх, который связан с телом. Она называет это страх 1 килограмм. Короче, у нее есть страх, что она потолстеет. Дон Ун. Безусловно, один из самых харизматичных айдолов. Но есть одна вещь, которая заставляет его нервничать. Ошибки. Всякий раз, когда он видит ошибки, будь он на сцене, в самый разгар представлений или фан-встречи, его буквально передергивает. О, какой ужас. Соли. Она боится воды. В юном возрасте она чуть не утонула, поэтому она до сих пор боится воды. Для тех, кто любит Бэк Хёна. Фанаты BTS утверждают, что на школьных фото Ви выглядит очень милым. Хочу сказать, что я с ними согласна. Обнимашки. Сейчас я вам покажу детские фото Чан Юля с его сестрой. Такие милашки. Внимание, сейчас вы увидите взгляд Диосика. Как обычно, шикарный взгляд. Мембер испытал казус с лифтом, который не вовремя поднял его на сцену. Одетый в белый халат, Дио оглядывает зал непроницаемым выражением на лице, а затем медленно опустился на колени и начал стучать в люк лифта, давая сигнал сотрудникам, чтобы опустили его обратно. Ой, Дио меня не перестает удивлять своим взглядом. Как же я его обожаю за это. Хотите, я вам покажу Сюмина, который танцует в костюме пингвина, когда он был еще маленьким. Смотрим. Вот что значит будущий айдол. На этом видео заканчивается, делаем все как обычно. Давайте наберем 300 лайков под этим видео и выйдет следующий выпуск. Всем спасибо за просмотр. До встречи.